Добрый день. Добрый солнечный, ясный день. И начинается матч с неточной передачей. Савичев. Савичев с левой ноги навешивает. Там попробовали бы через себя пробить, но понятное дело, что Опеков бы в любом случае не дотянулся до мяча, если бы бил через себя. Я имею в виду касательно одного матча. Есть момент для удара, есть. И есть удар, и есть спасение Сергея Волкова. Но хотя как спасение, все-таки это более надежная игра. Белалов неплохой закладывал сейчас такой вираж на хороший удар в дальнюю девятку. Там вообще очень плотно в турнирной таблице в середине. Момент сейчас у Толятинцев. Можно пробить, есть удар, и кашет, и будет угловой. А вот сейчас момент может получиться. Неплохой у Толятинцев. Удар, и Андрей Климович выручает свою команду после выстрела Руслана Опекова. И еще один угловой успевает что-то еще напихать своим партнерам. Андрей Климович, ну совершенно заслуженный. Момент сейчас. А почему? Головой-то потому что гол! Потому что вот так нужно забивать, показывает нам Руслан Опеков. Знаете, хотел я его сейчас поругать. Зачем головой бить оттуда, где неудобно и далеко? Но в итоге на такой траектории, по такой, точнее, траектории мяч летел, что Андрей Климович просто ничем своей команде помочь не смог и не мог. Неплохая стенка сейчас Азаров. Макаров. Передача дальше в центр. Удар! И вот здесь Климович справляется. Хорошо сыграл, но еще лучше там Владимир Азаров. А вот здесь что? Падение. Ну мы с вами посмотрим. В любом случае арбитр пенальти не назначает. Вот сейчас туре! Еще одно падение. Так. Показывает, что нужно подниматься. А вот момент для Акрона. Удар. Мяч попадает в руки, но руки прижаты. Это показывает и Виктор, Владимир, точнее, Сельдяков. Поэтому это не пенальти. Вот сейчас момент ульяновцев. Прострел в штрафную площадь. Атака продолжается. Нет, все-таки вышел мяч. Вышел мяч. И сейчас Владимир Марухин будет вынужден его отдать. Хоть и прохладно. Это и в 10 градусах, но на солнышке тепло. И можно обгореть. А можно еще мяч руки не сразу забрать Сергею Волкову. Сам себя дезориентировал. Сейчас галкипер талятинской команды. Да. Напожарил сейчас Сергей. Я думаю, что у многих болельщиков талятинского клуба сейчас просто застучало сердце быстрее намного. На этой штрафную площадь есть скидка. Макаров подстраивал столько долго Сергея. Здесь еще мяч под левую ногу. И моменты никак сейчас не попал-то Сергей Макаров. И вновь из ничего Крон создает опасный момент. Вновь мяч переходит с правой бровки. В направлении, по-моему, Рахманова. А вот сейчас Султыков сам пойдет через Понце. Андрес уже в штрафной площади. Удары перекладины мяча. Близнул и улетел за пределы поля. Ну, наверняка бил Понце. Без вариантов для Андрея Климовича. Забей сейчас венесуэлец. Все. За 10 минут. Здесь что, нарушение правил? Падение. Но, говорит, нужно подниматься. Владимир Сельдяков. Ну, знаете, такой интересный момент с падением сейчас Ерюгова. Ерюгов. Удар и попадает в туре. Но, правда, мяч остается у Алифа. Эх, под левой ногой не получилось. Бразильцу пробить. Еще падение. Ну и все. Победа Толятинского клуба. Плюс 3 очка у Акрона. Поздравляем Толятинского с победой. Я, Петр Коптев, с вами прощаюсь. И говорю вам, до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok